Я принимаю обращения по линию защиты материнства и детства. На данный момент на кал-центр поступило обращение в общем количестве по линию защиты материнства и детства, 65 обращений. Из них 56 от медицинских сотрудников, а остальные от материнства. Каждое поступившее обращение на сегодняшний день максимально изучается и решается в течение трех рабочих дней. Основные спросы со стороны медицинских сотрудников – это нехватка к штатам гинеколога, терапевта. А в сельских семейных поликлиниках нехватка врача-гинеколога, терапевта и семейного врача. А также поступают обращения и предложения, чтобы обновить детские реанимационные оборудования. Больше всего обращения по городу Ташкенту, а также в Кашкадаринский, Наманганский, Ферганских областей. Например, я сама не три дня, а неделю назад одному Кашкадаринскому ребенку пороком сердца решила вопрос за один день. Например, у нее была операция «Сложнейший порок сердца», второй этап на Индии. А мамочка заново спрашивает, что этот же врач ему сделал вторую операцию в Индии. Но сумма там 12 тысяч долларов. Это не в наших селах был вообще-то вопрос. Это финансовый, это мы не решаем, да. Но из-за того, что мы хотели помогать, ну, в наше вот это колл-центр, мы обращались вот этому облздраву, городздраву, вот, Кашкадаринский, и они обратились в Хакимят. Вместе с Хакимятом, вот, три звена, до вечера они нашли спонсора для этого ребенка. И вот вопрос подошелся, что вот спонсор на дальнейшем. А также облздрав и вот райздрав, по месту жительства Кашкадарин, еще ей сделали эту очередь, направляли в город Ташкент, Вахидовский и САМПИ-клинику, республиканский, педиатрический клинику, чтобы этапно прошло вот это, как проверки, обследования медицинские, что на данный момент у нас тоже вот, как разновидные пороки, сердечные и детские пороки тоже решаются. Поэтому они со стороны медицинских вот так решили, помогали, а Хакимят нашли спонсора.